Была такая женщина Елена Ивановна Рерих, она жила 100 лет назад, и она предсказала, что США станет величайшей страной. Она предсказывала это еще в начале 20-х годов, еще до Великой депрессии. США станет величайшим государством, и Россия объединится в Советский Союз, когда еще не было, она это предсказывала. Тоже станет величайшим государством. Потом Советский Союз будет разрушен через 70 лет. Она прям предсказывала. А потом Россия воссоздает Советский Союз заново, но уже на новых началах, гораздо более привлекательных, без всего этого фанатизма. И вот тогда к России присоединится весь мир. И что все эти 70 лет Россия будет противостоять Америке, и что мир не будет однополярным, он будет биполярным, и поэтому мир будет сохранен, не будет Третьей мировой войны. Именно военный потенциал России, ее политический потенциал будет сдерживать США от того, чтобы стать окончательным минимоном и утопить мир в крови. Именно Россия выступит такой антитезой. А в итоге, глядя на это все, Елена Рерих прямо так и писала, Британия, США пожелают утопить Россию, полностью уничтожить ее. И они начнут сеять ненависть к России по всему миру. И Россию окружат ненависть через 100 лет, писала Елена Рерих в 1922 году, в 1923 году. Представляете себе? Вы прозорливый был человек. И вот эта ненависть очень сильно ударит по России, но Россия выстоит, справится с этим, через это присоединит к себе много союзников и фактически победит. И тогда космическая справедливость, дальше пишет Елена Рерих, накроет Британию и США, а именно проснутся древние вулканы на территории США, проснутся подводные вулканы рядом с Британией и уничтожат два этих государства, а заодно еще смоет пол Европы, которые тоже будут поддерживать ненависть к России. Космос отомстит за Россию, потому что Россию трогать нельзя, это Божья страна и за ней будущее. Так писала Елена Рерих. Дорогие друзья, мы сейчас с вами где-то в последней четверти этого всего шествия, когда уже ненависть у нас окружили, когда мы уже присоединяем к себе врагов, бывших, делаем их друзьями. Дальше она писала, что Евросоюз тоже объединится на кооперативных началах и в Евросоюзе будет процветать социализм. То есть там будет социальное устройство, где все будет для людей. Но затем, из-за того, что Евросоюз присоединится к США и Британии в ненависть и к России, они начнут тодуть вместе с Америкой и Британией. Сначала будет разрушение идти социальное, экономическое, военное, а затем и катаклизмы добавят в свое. Те катаклизмы, которые уничтожат Британию, они смоют пол Евросоюза, в итоге Европа опустеет, она станет нищей. И европейцы будут молить русских взять их к себе в Сибирь на простые работы, рубить леса и сеять хлеб. И вот тогда же Лена Рерик говорила, что прибалты сначала приняты к Советскому Союзу, потом откорются и будут ненавидеть русских, как и Украина, кстати говоря. Но затем, когда развалится Евросоюз и станет нищенским, прибалты будут умолять Россию, чтобы она их к себе взяла. И Россия присоединит к себе прибалтийские страны и Польшу. В каком формате? Она говорила, что сначала это будет конфедерация, потом федерация. Больше того, она утверждала, что после этого найдется массовое присоединение. Все африканские страны присоединятся к России, арабские страны присоединятся, и Афганистан, и Индия, и Китай, и даже Турция присоединятся к России. И все, что останется от Европы. Россия воссоздаст Советский Союз на новых началах, взаимовыгодных. И называться эта страна будет Соединенные Штаты Азии. Вот так она говорила. Ну, как она хотела бы, чтобы так называлась. Но сначала это будет конфедерация, как сейчас страны Евросоюза конфедеративного союза находятся. А затем это будет федерация. Федерация – это как устройство сейчас нашей страны федеративной. Катаклизмы также очень здорово потреблют Китай и Индию. Китайского военного и экономического могущества не останется ничего. От Индии тоже останется мало чего. То есть сейчас это страны с полуторамиллиардным населением, их население сократится в 10 раз. Население Китая, население Индии и население России сравняется. У нас 150 миллионов, у них будет тоже по 150 миллионов. Это будут страшные катаклизмы, и Россия примет эти страны к себе и будет им всячески помогать. Продолжение следует...